Здравствуйте, ребята! Меня зовут Аня Заржецкая, и я очень рада вас приветствовать. Сегодня я расскажу вам историю про злую волшебницу Бастинду. Если вы когда-нибудь читали сказку Александра Волкова «Волшебник изумрудного города», то вы наверняка знаете девочку Элли и ее друзей Татошку, Льва, Страшилу и Железного Дровосека. И сейчас вы услышите еще одно приключение, которое случилось с этими героями. Так, Элли, Татошка и Лев путешествовали по волшебной стране. Однажды они забрели во владение злой волшебницы Бастинды, повелисенницы фиолетовой страны. Не было уголка в фиолетовой стране, который бы ускользнул от взора Бастинды. Как-то раз, сидя вечерком на веранде своего замка, она увидела далеко-далеко на самой границе своих владений Элли и ее друзей. «Кто посмел вторгнуться в мои владения?» – завопила Бастинда. Надев волшебную шапку, она начала колдовать, вызывая своих верных обезьян. Это были летучие обезьяны. И вот небо потемнело от стаи летучих обезьян. Они неслись ко дворцу Бастинды на своих могучих крыльях. Впереди летел предводитель. «Что прикажешь, повелительница?» – спросил он. «Нападите на чужеземцев и уничтожьте всех, кроме льва. Его я буду запрягать в свою коляску». И обезьяны набросились на растерянных путников. Льва опутали веревками и понесли во дворец Бастинды. Бастинда сказала, «Будешь возить мою коляску, чтобы все мигуны говорили, смотрите, какая могущественная наша повелительница Бастинда. Она сумела запрячь даже льва». А перепуганная Элли ждала ужасной расправы. Сам предводитель летучих обезьян протянул к девочке свои длинные лапы. И вдруг лицо его перекосилось от страха. Он отпрянул назад и закричал, «Эту девочку трогать нельзя! Эта фея, смотрите, у нее на ногах волшебные серебряные башмачки!» И обезьяны бережно подхватили Элли вместе с Татошкой и помчались в фиолетовый дворец Бастинды. Увидев на Элли серебряные башмачки, Бастинда задрожала от злобы и зависти. «Ах, если бы я могла завладеть ими, я бы стала самой могущественной волшебницей в мире!» Бастинда привела пленников в подвал. Там находилась темная и грязная кухня. «Ты будешь чистить горшки, сковородки и кастрюли, мыть пол и топить печку. В моей кухарке-фрикозе уже давно нужна помощница!» И оставив испуганную девочку, Бастинда отправилась на задний двор, где стояла клетка с альбом. «Я хорошо напугала девчонку, а теперь усмирю и льва. То-то будет славная лошадка!» Думала старуха. Но не тут-то было. Стоило ей открыть дверцу клетки, как лев разинул пасть, ощетинил грибу и, проревев «Я тебя съем!» прыгнул на Бастинду. Перепуганная старуха пулей вылетела из клетки и проворно захлопнула дверцу. «Ах ты проклятый! Я заморю тебя голодом, если не покоришься!» И потянулись тяжелые, скучные дни рабства. Элли с утра до вечера работала на кухне, помогая кухарке-фрикозе. Добрая мигунья жалела девочку и часто выполняла за нее самую грязную работу. Бастинда все время придиралась к Элли и даже замахивалась на девочку грязным фиолетовым зонтиком. Но Элли не знала, что пока на ней волшебные башмачки, старуха и пальцем ее тронуть не смеет. С завистью смотрела Бастинда на серебряные башмачки Элли. Как бы их отнять? Но девочка снимала их только по ночам в клетке у льва или когда купалась. А Бастинда боялась воды больше всего на свете. Почему? Сейчас узнаете. Элли заметила странности волшебницы и пользовалась ими. Когда мыла кухню, она разливала популу несколько ведер воды. И тогда могла отдохнуть и даже поиграть с татушкой. Бастинда так боялась воды, что и близко подойти к Элли не смела. Она только ворчала и ругалась, стоя за дверью. А перед ее глазами сверкали серебряные башмачки. Своё обещание старуха выполнила. Льва она не кормила. А он не только не смирялся, но и не худел, потому что по ночам Элли приносила ему еду, что оставалось и в доме. Друзья часто думали и о том, как бы им самим освободиться из плена и освободить несчастных мигунов от злой волшебницы Бастинды. А Бастинда строила коварные планы, как отнять у Элли волшебные башмачки. Тогда сильнее ее не будет волшебницы на свете. Уж тогда она разделается с этой девчонкой, думала она, думала и придумала. Однажды, когда ни Фрегозы, ни Элли не было на кухне, Бастинда натянула над полом маленькую веревочку, а сама спряталась за печкой и стала выжидать. Элли вбежала в кухню, споткнулась о веревку и упала. Башмачок слетел с ее правой ноги и откатился в сторону. Бастинда мигом схватила башмачок. «Отдайте башмачок!» — закричала Элли. «Как вам не стыдно? Попробуй отбери!» — отвечала старуха. «Второе я тоже у тебя отниму. Ты дурочка и не знала, что башмачки волшебные!» — засмеялась старуха. Элли была вне себя от горя и гнева. Она так любила свои серебряные башмачки. Схватив ядро воды, она подбежала к старухе и окатила ее с головы до ног. Лицо старухи стало наздреватым, как тающий снег. От нее повалил пар. Фигура начала оседать и испаряться. «Что ты наделала?» — завопила Бастинда. «Я пятьсот лет не умывалась, потому что мне была предсказана смерть от воды. И вот пришел мой конец. Я сейчас растаю». «Мне очень жаль, сударыня!» — отвечала Элли. «Я право не знала. Но зачем вы украли мой башмачок?» Голос Бастинды становился все глуше. Она таяла, как кусок сахара в горячем стакане чая. И растаяла. Через минуту от нее осталась на полу только грязноватая лужица. В этот момент на кухню вернулась Фригоза. «Молодец, Элли!» — воскрикнула кухарка. «Как жаль, что ты раньше не догадалась окатить водой эту старую ведьму!» На кухню сбежали слуги. Радостная весть разнеслась по замку. «Бастинда растаяла! Конец рабству! Пятьсот лет она не мылась! Вся была из грязи! А стоило Элли окатить ее водой, как она взяла и растаяла». Ключом, найденным в тайнике, Элли отперла клетку льва. Лев даже улыбался от счастья, но больше всех радовался Татошка. Мигуны окружили маленькую освободительницу и ее друзей. Они благодарили ее, пели, смеялись и от радости даже перестали мигать. Конец.